Погода сделала свое дело. Дорожки покрылись ледовым панцирем, а непроходимые лужи превратили их в сплошную полосу препятствий. Глава Мурома лично взял на контроль работу коммунальных служб. Улицы города спасают в кавычках сотрудники предприятий спецавто, щедро вооружившись песком и солью. Вместе с наледью на улицах у коммунальщиков выросли ответственность и объем работ. По поручению главы округа Муром Евгения Евгеньевича Рычкова был произведен объезд территории округа Муром. Проезжая часть, тротуарная часть, дворовые территории, подъезды, выезды торговым центром, предприятия сферы услуг. В общем и целом, тротуарная часть и проезжая часть, убираемые силами у спецавто, удовлетворительном состоянии, в ежедневном режиме производится, в круглосуточном режиме производится его уборка, подсыпка песко-соляной смесью. Объем песко-соляной смеси подсыпаемый порядка 80-100 тонн в сутки. По словам сотрудников скорой помощи, основная масса падений приходится на территории обслуживания управляющих компаний и частных предприятий города. В связи с этим, комитету по торговле поручено взять на контроль состояние и качество очистки прилегающих территорий близ торговых центров и магазинов. В случае недобросовестности административных штрафов не миновать. А пока за двое суток в травматологию поступило 14 человек. Падения на улице связаны в основном с гололедом и то, что одеты у нас люди на ноги одевают обувь, несоответствующие погодным условиям. Пожилые люди в основном падают, в основном это взрослые. Из всех 14 случаев, которые произошли на улице, у нас упало в основном взрослое население. Один случай только с подростком 14 лет произошел. При падении чаще страдают это у нас руки, ноги, переломы конечностей и ушибы затылочной области у головы. Если вы упали, вызывайте, пожалуйста, в эти же сутки обращение, что было. И если вам предлагается госпитализация в стационар, отказываться не надо. Пожилым людям в это время желательно вообще воздержаться от длинных маршрутов. Согласно прогнозам, отепель продлится до 21 января. 21 числа ожидается понижение температуры до минус 15 градусов. Будьте бдительны. Регина Рукавишникова, Николай Молоденов, Александр Симонов. Новости 24 Мура.